Украинская морская партия провела конференцию в Суворовском районе и поддержала выдвижение руководителя от полицилы в этой части города. Решение было принято единогласно. Городской и областной советы, объединенные громады и районные советы. Лидер партии Сергей Кивалов твердо уверен в том, что украинскую морскую партию представляют достойные кандидаты, которые не понаслышке знают о главных проблемах города. По мнению лидера полицилы, представлять партию в городах, селах и районных центрах должны люди, которые живут в этих населенных пунктах. Представительство от партии в Суворовском районе Сергей Кивалов доверил предпринимателю Юрию Зеленому, профессионалу морской отрасли. Политическая сила твердо стоит на позиции возрождения морехозяйственного комплекса нашей страны. В Украинской морской партии есть специалисты, портовики со стажем и знаниями, которые готовы поднимать отрасль с руин. Как ни странно, большинство жителей именно Суворовского района имеет отношение к морехозяйственному комплексу. И многие работают и сегодня в портах, и в Одесском порту, и в Южном порту, и в Ильичевском порту. Это важно, чтобы мы поддерживали эту отрасль. Украинская морская партия – это партия создателей, это партия строителей. Строителей в прямом и во всех смыслах этого слова. Имея такое море, имея такие порты, мы не имеем собственного флота. Это очень обидно. И одно из направлений программы морской партии – как раз воссоздать в Украине свой настоящий морской флот. Я в прошлом моряк дальнего плавания, я еще работал в нашем Черноморском морском пароходстве. Я помню, как это было. И я вижу, как это есть на сегодняшний день. Ранее представитель Украинской морской партии открыл общественную приемную, где жители района бесплатно получают юридические консультации и проходят тестирование на коронавирус. Кроме того, на базе офиса открыты компьютерные курсы для пожилых людей и детей. Таких приемных в Суворовском районе уже две. Обе успешно функционируют, помогая одесситам в решении их вопросов. Украинская морская партия помогает в решении вопросов, которые связаны и с банками, и с судами. Каждый четверг приезжают к нам юристы, дают консультации людям. Сегодня Одесса нуждается в лидере, который будет благоустраивать Одессу. Все те проекты, которые есть у нас в программе и с которыми мы идем на выборы, они все уже либо функционируют не один год и будут внедряться, функционировать дальше, то есть усовершенствоваться. Также во время конференции пополнились ряды политсилы. Молодые специалисты, люди, которые хотят жить в Одессе и возрождать ее, присоединились к Украинской морской партии. За активной молодежью будущее, уверен Сергей Кивалов, человек, построивший два вуза и школу. Мы создали национальный университет юридической академии с нуля. За годы независимости ни один вуз не был создан и так не развивался, как наш. Говорят, это частный. Нет, это государственное высшее учебное заведение. Начинали с нуля, сегодня 15 тысяч студентов. Мы создали международный гуманитарный университет. Мы любим свой город и развиваем его. Суворовский район наибольший в Одессе. Здесь проживают более 300 тысяч человек. Чем больше район, тем серьезнее у него инфраструктурные проблемы. Нынешняя городская власть получила от суворовцев весомый кредит доверия на предыдущих выборах в горсовет. Однако он не был оправдан. Суворовский район по-прежнему задыхается в пробках. Вместо школ и детских садов здесь появляются лишь очередные высотки. В украинской морской партии Сергея Кивалова уверены, время эффективных перемен уже пришло.